доброе утро сегодня у нас хороший день давайте мы начнем его с библейского совета мы приближаемся к окончанию цикла программ об историях которые записаны в ветхом завете рассказывая об израиле нельзя не упомянуть историю о царице эсфирь находясь в вавилонском плену это молодая еврейская девушка стала женой царя у нее был родственник по имени мардахей у него вышел серьезный конфликт с одним из высокопоставленных царских чиновников которого звали аман конфликт приобрел настолько серьезный масштаб что аман решил просить царя о том чтобы уничтожить не просто одного мардахея но истребить весь еврейский народ в вавилоне не сильно вникнув в закон царь поспешно подписал решение уничтожить весь народ израиля не задумываясь о том что даже его жена является частью этого народа узнал о том что подписан такой закон мардахей обратился к эсфири с просьбой и сказал так не думай что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев если ты промолчишь в это время то свобода и избавление придет для иудеев с другого места а ты и дом отца твоего погибнете и кто знает не для сего ли времени ты достигла достоинства царского эсфирь просила чтобы они молились и постились она организовала во дворце пир и пригласила туда амана когда царь развеселившись спросил ее что дать тебе до полуцарства эсфири сказала я хочу чтобы ты даровал жизнь мне и моему народу узнал как цинично его подставил аман царь артаксерс отдал приказ повесить его в очередной раз сверхъестественным образом народ божий был спасен знаете для божьих людей церкви всегда есть спасение и она находится в руках господа спасибо что в это утро вы были с нами я верю что милость божья обновляется каждое утро